Издательство Эксмо. Томас Харрис. Черное воскресенье. Глава первая. Такси из аэропорта дребезжа преодолевало недолгий, всего 9 километров, путь до Бейрута. Дорога шла вдоль берега, и далее Айад, не отрывавшая взгляда от моря, видела, как в густеющей тьме белая пена прибоя утрачивает березну по мере того, как угасают последние отблески света. Она думала об американце. Знала, придется отвечать на множество вопросов о нем. Такси свернуло на Рюверден и теперь пробиралось сквозь лабиринт улиц и переулков к центру города, в район Сабра, ставший в последнее время обиталищем множества палестинских беженцев. Водитель не ждал указаний. Он взглянул в зеркало заднего вида, осматривая улицу, затем выключил габариты и свернул в крохотный дворик чуть в стороне от Рюэль-Нахель. Здесь было совершенно темно, не огонька. Далее слышала отдаленный шум машин и стрекотание остывающего мотора такси. Прошла минута. Машину тряхнуло, когда сразу рывком распахнулись все четыре двери. Луч мощного фонаря ослепил водителя. Далее на заднем сиденье явственно ощутило запах ружейного масла. Прямо в лицо ей уставилась дула револьвера. Человек с фонарем подошел к задней двери машины, и револьвер исчез. — Джинни, — тихо сказала она. — Выходи и следуй за мной, — ответил он по-арабски с сильным горским акцентом. В тихой бейрутской квартире Далию ждали люди. Суровые лица, напряженные позы. Прямо военный трибунал. Хафез Наджир, возглавляющий элитное подразделение Джихаз-Аль-Раст полевой разведки Аль-Фатаха, сидел за письменным столом, опершись затылком о стену. Это был высокий человек с не по росту маленькой головой. Подчиненные прозвали его Жук-Богомол, делая все возможное, однако, чтобы прозвище не дошло до его ушей. Если вы попадали в зону его пристального внимания, вас охватывал непреодолимый, лишающий сил страх. Наджир, командир Черного Сентября и Ближневосточные, урегулирование для него пустой звук. Возвращение Палестины арабам тоже не вызвало бы в его душе восторга. Холокост, мировой пожар, все разрушающий очистительный огонь. В это он верил, к этому стремился, как и далее Аэр. Другие двое стремились к тому же. Абу Али, командующий подразделениями боевиков в Италии и Франции, и Мухаммад Фазиль, эксперт-подрывник, автор и разработчик диверсионного акта, совершенного в Олимпийской деревне в Мюнхене. Оба были членами РАЭСД и вместе с Наджиром составляли мозговой центр организации Черный Сентябрь. Ни сами они, ни роль, которую они играют, широко неизвестны, не осознаются участниками палестинского движения сопротивления. Ведь Черный Сентябрь присущ Аль-Фатаху, как присуща страсть всякой плоти. Именно эти трое решили, что следующий удар Черный Сентябрь должен нанести в Соединенных Штатах. Составили более 50 планов, все они были забракованы. А тем временем американская боевая техника прибывала и прибывала в Израиль через доки Хайфы. И вдруг пришло решение. Теперь слово было за Наджиром. Если он даст плану свое добро, осуществление операции ляжет на плечи этой молодой женщины. Она швырнула джелабу на стул и повернулась к мужчинам лицом. — Здравствуйте, товарищи! — Приветствуем тебя, товарищ Далия, — произнес Наджир. Он не поднялся со стула, когда она вошла. Двое других тоже не двинулись с места. За год, что она провела в Штатах, внешность ее изменилась. Брючный костюм сидел на молодой женщине прекрасно, придавая ей непривычный здесь шик. Это их несколько обескураживало. — Американец готов действовать, сказала она. — Не сомневаюсь, что он выполнит все как надо. Он только этим и живет. — Устойчив ли он психически? Казалось, Наджир впивается взглядом прямо ей в мозг. — Вполне устойчив. Я его опора. Он знает, что может на меня положиться и целиком от меня зависит. — Это я понял из твоих докладных. Но шифр не способствует ясности. Есть вопросы, Али? Абу Али внимательно вглядывался вдали. Она знала его давно, помнила его лекции по психологии в американском университете в Бейруте. — Ты полагаешь, американец всегда мыслит рационально? — спросил он. — Да. — И все-таки ты считаешь, что он невменяем? — Вменяемость и видимая рациональность не одно и то же, товарищ. Его зависимость от тебя возрастает. Не бывает ли у него периодов, когда он испытывает к тебе враждебность? Иногда он враждебен, но теперь это случается все реже. Он импотент? Он говорит, что вернулся из Северного Вьетнама импотентом. Уже два месяца, как он пришел в норму. Далее не сводила соли взгляда. Своими аккуратными, хорошо рассчитанными жестами и блестящими глазами он напоминал ей куницу. — Ты полагаешь, это твоя заслуга, что он больше не импотент? — Важно не то, чья это заслуга, товарищ. Важно контролировать его поведение. В данном случае мое тело — орудие контроля. Если бы оружие оказалось здесь более эффективным, я использовала бы оружие. Наджир одобрительно кивнул. Он знал, далее говорит правду. Она как-то помогала подготовить трех японских террористов к акции в аэропорту Лот в Тель-Авиве. Там они убивали всех без разбора. Поначалу японцев было четверо. Один из них сдал во время подготовки, нервы не выдержали, и далее на глазах у его товарищей разнесла ему череп очередью из пистолета-пулемета. — Почему ты так уверена, что им не овладеют вдруг угрызения совести, и он не выдаст тебя американцам? — не успокаивался Али. — А если и так, что они выиграют? — спокойно возразила ему далее. — Я мелкая сошка. Ну, захватят они взрывчатку. Но ведь у них пластиковой взрывчатки и так хватает. Нам ли этого не знать? Это было рассчитано на Наджира и попало в цель. Далее заметила, как он бросил на нее быстрый взгляд. Израильские террористы практически постоянно пользовались американской пластиковой взрывчаткой типа С-4. Наджир никогда не забывал, как вынес из взорванной квартиры в Бхандуне тело своего брата, а потом вернулся, чтобы отыскать среди развалин его ноги. — Американец пришел к нам потому, что ему нужна взрывчатка. Вы это знаете, товарищ, — продолжала Далее. — Я тоже нужна ему, по разным причинам. Наши цели не идут вразрез с его политическими убеждениями. У него нет политических убеждений. Понятие «совесть» для него тоже не существует. В принятом значении этого слова. Он никогда меня не выдаст. — Давайте взглянем на него еще раз, — предложил Наджир. — Товарищ Далее, ты изучала этого человека в определенной обстановке. Я хочу показать его тебе в совершенно иных обстоятельствах. Али? Абу Али поставил на стол 16-миллиметровый кинопроектор и выключил свет. — Мы совсем недавно получили этот материал из надежного источника в Северном Вьетнаме, товарищ Далее. Фильм показали по американскому телевидению, но это было еще до того, как тебя приняли в дом войны. Вряд ли ты могла его видеть. На стене замеркали размытые цифры. Пошел начальный ракорд. Послышались нестройные звуки какой-то музыки. Затем лента пошла быстрее. Музыка обрела строй. Зазвучал гимн Демократической Республики Вьетнам. Яркое пятно света на стене обрело очертания. Стала видна беленая комната. В комнате на полу американские военно-пленные, десятка два. Затем в кадре трибуна с прикрепленным к ней микрофоном. Высокий, изможденный человек медленно подходит к трибуне. На нем висящая мешком арестантская роба, такая же, как у сидящих на полу, носки и плетеные сандалии. Одна рука прячется в складках куртки, другая плотно прижата к бедру. Он кланяется вьетнамским военным чинам, а не на переднем плане. Потом встает перед микрофоном и начинает говорить. «Я Майкл Джей Ландер», — очень медленно произносит он. «Командор ВМС США. Взят в плен 10 февраля 1967 года». После того, как сбросил зажигательные бомбы на больницу для гражданских лиц, близ Нинбина. Близ Нинбина. Несмотря на то, что я являюсь военным преступником, и доказательства моих преступлений неопровержимы, Демократическая Республика Вьетнам не прибегла к наказанию меня, но продемонстрировала страдания, явившиеся результатом американских военных преступлений, совершенных мной и другими... и другими. Я раскаиваюсь в том, что совершил. Я раскаиваюсь, что мы убивали детей. Я призываю американский народ покончить с этой войной. Демократическая Республика Вьетнам не питает вражды. Не питает вражды к американскому народу, только к поджигателям войны, которые у власти. Мне стыдно за то, что я совершил. В кадре военно-пленные, сидящие смирно, словно старательные ученики. Их лица совершенно лишены выражения. Фильм заканчивается. Снова звучит гимн. Топорная работа, произнес Али по-английски. Руку они ему, видимо, привязали.